Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы находимся в Алубке, прогуляемся по парку Воронцовского дворца, а потом отправимся в Семиис, посмотрим на обстановку зимой там. С вас, как всегда, огромнейший палец под этим видеороликом. Напишите свой комментарий, нравится ли вам Алубка. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! Друзья, я очень люблю путешествовать, и мне хорошо известно, как важно в своем путешествии грамотно спланировать бюджет. Есть масса способов, которые помогут сэкономить на билетах, на проживании и даже на самих поездках. В частности, можно воспользоваться лучшей дебетовой картой Альфа Тревел. Путешествовать с этой картой станет значительно выгоднее. Например, только в декабре те, кто оформил карту в первый раз, получат обратно 20% от стоимости купленных авиабилетов. Эти деньги можно потратить на новые путешествия, а верхнего предела по сумме кэшбэка нет. При этом каждый рубль будет равен одной миле. А самое главное, за обслуживание этой карты не придется платить. Она оформляется бесплатно и навсегда, без каких-либо условий для дальнейшего использования. Поэтому не упусти свой шанс и закажи прямо сейчас лучшую дебетовую карту для путешествий Альфа Тревел, чтобы начать экономить на будущих поездках. Ссылка в описании. Давненько мы не были в этом прекрасном городе на южном берегу Крыма. Сегодня прогуляемся по Лубке. Это небольшой городок с населением всего лишь 8 тысяч человек. Около того, плюс-минус. Для начала я решил посетить Воронцовский дворец, прогуляться по территории. Друзья, погода уже буквально две недели у нас пасмурная. Тучи, туманы, дожди и солнце вот только-только может на закате появиться, потому что, видите, над морем такая полосочка, где нет туч. Поэтому сегодня, может быть, увидим и закат. Так, ну людей сегодня, я так подозреваю, немного здесь будет, потому что сегодня что у нас? Среда, рабочий день. Одни мы с вами, бездельники, гуляем по Крыму. Но парк, как всегда, красив. Взгляните на эти кустики зеленые, подстриженные. Вот она, секвуэр рядом растет, такая уже древняя. Красота! Друзья, какой воздух сегодня! Нет ветра, спокойно. Единственное, что не хватает, это солнца. Я уже соскучился по солнцу. Люди из Петербурга, как вы живете без солнца? Напишите, пожалуйста. Это просто невозможно. У меня уже какая-то, если честно, даже депрессия начинается. В общем, ждем солнечных зимних дней в Крыму, чтобы можно было, наконец-таки, сходить уже в горы. Хочется в горы? Не могу прям. На территории дворца, друзья, сейчас ведутся большие такие реставрационные работы. Меняют плитку. Здесь ее вроде бы вообще не было, был чисто асфальт. Сейчас, видите, положили такую брусчатку. Будет выглядеть прям очень прикольно, когда это делают. Ну, а мы сейчас посмотрим на елочку и пройдемся до самого парка. Вот, друзья, установили здесь елку. Идем как будто в средневековом замке каком-то. Ощущения такие здесь. Такие высокие каменные стены, башни. И вот такая здесь елочка новогодняя. Выглядит прикольно. Но на ту сторону дворца, друзья, тоже вход закрыт. Там тоже все меняют. Все удастся туда заглянуть. Покажу вам обязательно. Гирлянды сверху. Здесь, наверное, прям вечером очень красиво все светится. Так, почта, друзья, новогодняя. Можно отправить письмо Деду Морозу. Щелкунчики вот стоят. Ну, ощущаю себя реально, как будто мы попали в какие-то средние века. Посмотрите, как здесь красиво. В прошлом году на этом месте велась реконструкция. Как видим, здесь все прям выглядит идеально. Тоже брусчаточка вот эта, которая очень вписывается в это место. Ну, мне нравится, что сказать. Очень красивый здесь дворец. Но сейчас реконструкция на большой территории идет. Поэтому к лету, возможно, все уже сделают. Я надеюсь, летом вы приедете и уже будете наслаждаться открытыми всеми площадями, всеми тропинками, дорогами, которые будут выглядеть на уровне. Ну, сейчас увидите, друзья, вот здесь. Может, заглянем. Вон там что-то делают еще. Обычно вот здесь ставят во дворе елку. Большую. Но в этом году что-то здесь не поставили. Похоже, там будет главная елка. Вот так выглядит сам дворец. Да, что-то грузят. Ну, реконструкция, что хотели. Вот, видите, туда тоже не пройти. Ведутся ремонтные работы. Приносим свои извинения за неудобства. Видите, не пройти там. Но я предлагаю нам отправиться, наверное, прогуляться по парку. Дойти до озер. Посмотреть на озера. И потом уже по самой Алубке, по улочкам походим. И отправимся в Семеиз. Ну, как-то так. Здесь, конечно, видите, очень много работ сегодня проводят. Ладно, пойдемте в парк. В парк можно выйти прямо отсюда. Там, конечно, в парке очень много разных тропинок. И к озеру сложновато будет попасть, если вы впервые здесь. Но все равно прогуляться по таким паркам – это одно удовольствие. Даже можно целый день по ним бродить. Будете просто отдыхать. Вот, друзья, дворец. Выглядит очень круто, очень стильно. В таком английском стиле он, я бы сказал. Ну, что, мне нравится. Наверное, один из таких красивейших дворцов в Крыму. Конечно же, я рекомендую его обязательно посетить. Когда будете здесь находиться, когда будете отдыхать, не пожалеете. Так. Куда? Куда нам идти? Я помню, что я как-то от озер спускался, выходил на эту тропинку. А вот обратно отсюда еще не ходил. Так, ну, возможно, когда мы будем уже спускаться, людей этих не будет. Тогда удастся нам красиво дворец подснять. Поэтому сначала в парк, потом на обратке еще заглянем сюда. Ну, друзья, вот такие тропинки. Идут по всему буквально парку. Их очень много. Все они расходятся в различные стороны. Просто выбирайте, куда сами пойдете. Я иду так по памяти. Кажется, я уже не туда иду. Потому что озеро где-то там вверху, насколько я помню, находится в верхней части парка. Так, город сюда. Нам город не надо. Так, я слышу журчитрика. Ага, вот. Указатели поставили. Озера. Поэтому, в принципе, все, по указателям мы дойдем быстро, я думаю. Природа, конечно, здесь шикарная. Столько деревьев. Вечно зеленые, как вы видите, кустарники есть. Деревья, которые уже все, сбросили свою листву на зиму. Ой, друзья, что это такое? Слушайте. Туда вроде ведет тропинка. Мы никогда под этими скалами не ходили еще. Так, ну я предлагаю, наверное, спуститься. Что-то я не помню этой тропинки, реально, которая бы вела сюда. Может, там тупик просто. Такое необычное местечко. Хотя вот ступеньки делали когда-то, видите? Вот эти все глыбы, друзья, они откололись от горы Ай-Петри когда-то, очень давно. И сюда, видите, прикатились. Полубка сама расположена у подножья Ай-Петри. Да, слушайте, вот мы здесь никогда не ходили. Или ходили? Не, я не помню прям. Я помню, что возле озер где-то мы ходили возле таких скал. Но это немножко по-другому все тут выглядит. Так, ну сейчас чуть дальше пройдемся, посмотрим. Как красиво. Кажется, что здесь живут какие-то эльфы, друзья. Как в сказке. Все эти камни покрыты мхом. Взгляните. Вот такое местечко. Шикарное. Грот с могилой Чемляка называется. Чтобы заставить путника задуматься о неизбежности смерти, в пейзажных парках часто устанавливались захоронения. Это могли быть усыпальницы реальных людей. Например, могила Росса во французском парке Эрнен. Ми-Нон-Виль. Ложные захоронения, кинотафы и даже могилы животных. Так, в этом гроте похоронена любимая собака Воронцовых. Сеттер по кличке Чемлек. Ага. Здесь похоронена, друзья, любимая собака Воронцовых. Кстати, вот. Чемлек. Здесь я точно не был. Слушайте, сколько раз мы были в Воронцовском парке, как мы обходили это место стороной. Я вот не пойму. Вроде бы везде здесь были. А сегодня какое-то новое местечко открыли. Так, я так подозреваю, это вот она и есть здесь. Захоронение этой собаки любимой Воронцовых. Ну да. Так, ну здесь темно прям. Съемка будет не очень. Ну вот, друзья, скорее всего, плита могильная, на которой лежат цветочки. Кто-то принес собаке цветочки. Вот так. Так, ну здесь дорожки расходятся. Одна идет куда-то вверх. Вот сюда. Тропинка. Одна идет туда вниз, влево. Так, ну я сначала хочу на верхнюю пройти. Слушайте, здесь такая скала необычной формы. Смотрите, как ровно откололась она. Так, а куда тропинка ведет? Можно ли сюда вообще заходить? Этого я, конечно, не в курсе, друзья. Все, похоже, она здесь и заканчивается. Здесь, видите, какие-то тоже гроты небольшие между этими скалами. Дальше тропинки нет. Идем обратно с вами. Но место мы это всегда почему-то пропускали. Я здесь вот реально сегодня впервые вместе с вами. И вот впервые узнал, что здесь, кажется, захоронена собака Воронцовых. И, кстати, мне почему-то в комментариях никто никогда не писал про это место. Так, друзья, кто был в парке Воронцовых, напишите конкретно, были ли вы в этом месте или нет. Так, я слышу, где-то шумит ручей. А вот где? Как нам на него выйти? Ну, парк как будто прям реально из фильмов, из каких-то фантастических. Тут прям чувствуется, что ли, какая-то древность, когда бродишь среди всех этих огромнейших глыб. Видите, все покрыты мхом. Так, называется это место Малый Хаос. Ага. Это романтический уголок. Парк именуется Малым Хаосом. Естественное нагромождение глыб, диабаза, проросшие плющом и мхом с проложенными среди них дорожками и ступенями напоминают ложные руины замков, которые нередко устраивались в пейзажных парках эпохи романтизма, с целью настроить зрителей на философский созерцательный лад. Ага. Приходим сюда, друзья, и размышляем о вечном. О смысле жизни. В чем смысл жизни? Так, друзья, а для вас в чем смысл жизни? А ну-ка напишите в комментариях. Ух ты, там вон котенок живет. А у меня с собой корма нет. Так, будем в Алубке. Обязательно зайдем в магазин, чтобы подкормить бездомных котов, которых будем встречать. Вон, видите, где живет? О, котенка, кошка. Иди сюда, я тебя поглажу хоть. Идем, не бойся. Видите, вон она под камнем стоит. Иди. Так, ну запомните, пойдете в малый хаос, возьмите с собой еды. Я тоже, если в следующий раз буду сюда. И тебе обязательно возьму для кошечки еды. Не бойся. Идем. Все, ускакала кошка. Скорее всего, работник ее подкармливает. Она по-любому выходит к замку, друзья. Там, где столовая, где кафешка. Там ее кормят. Так, ну, мы выходим уже на такую основную тропинку. Все, я слышу, прям очень сильно журчит вода. Вон даже какой-то водопад есть небольшой. Честно скажу, друзья, зима в Крыму совсем не чувствуется. Температура воздуха сегодня плюс 20 градусов. Сегодня еще и 20 число, 20 декабря. Но на улице довольно-таки тепло. Как осенью. А хочется уже поскорее снега. Снег поснимать в Крыму. Так, ну, скорее всего, это с водопада, ой, с водопада, с озера, и бежит водица. Поэтому нам нужно еще выше подняться, чтобы видеть озера. И здесь в парке есть такое крутейшее место, где огромнейшие сосны с видом на зубцы и петри. Но из-за туманов мы сегодня зубцов не увидим, а на сосны посмотрим. Так, еще один водопад. Воды много. Так, можно с этой стороны пройти, в принципе, можно вокруг обойти. Давайте, наверное, с этой пройдемся. И давайте вокруг обойдем. Красиво. Вот еще одна, друзья, кошечка бегает. Так, ну что, мы уже выходим к озерам. Видите, огромные деревья, которые без листвы. Это, друзья, буки. Бук вы видели в Ялте на набережной. Огромное дерево, которое невозможно обхватить одному человеку. Вот это те же самые деревья. Тоже огромных размеров. Вот мне нравится в этом парке, потому что здесь вот всегда зеленые газончики. Их всегда выбирают. Всегда здесь приятно прогуляться. Какая красота, какая природа в Крыму. Видите, рядом и дерево Бесстыдница, либо другое название. Земляничное дерево, которое якобы без коры. На самом деле здесь есть кора, но она очень тонкая. Там всего лишь несколько миллиметров ее толщина. Однажды мы видели, как это дерево сбрасывает кору. Я вам показывал в каком-то ролике. Так, где же озера? Где-то здесь. Так, или не здесь. Ладно, пойдемте вокруг еще обойдем. Я же говорю, здесь столько торпинок, что даже возле озер можно заблудиться, не дойти до них. Ага, друзья, какая-то тропинка ведет, и там озера. Пойдемте по ней пройдемся. Не знаю, вообще можно здесь по ней идти или нет. Тоже среди... Ага, нет, нельзя, наверное. Вот работники, наверное, ходили. А нет, можно. Тоже среди глыб. Пройдемся и выйдем прямо к озеру. Места, конечно, удивительные. И здесь. Вот летом здесь, конечно, не так, потому что, друзья, много людей, вот этот весь шум, гам, я, честно скажу, не люблю. А вот сейчас зимой, осенью, даже ранней весной, здесь единицы гуляют. Ты просто ходишь и наслаждаешься красотой природы. Без лишнего шума. Здесь, видите, и уточки, селедины, как тут порода называется, и один лебедь пока. Одного вижу. Хотя раньше их было два. Лебедь, конечно, шикарный. Посмотрите, как красиво плывет, друзья, прям к нам. Ой, не ныряет, ищет еду. Так, друзья, ни в коем случае не кормите птиц, чаек, лебеней, мучными изделиями. Потому что их желудок этот не переваривает. Приносите какие-нибудь фрукты, овощи, огурец, морковочка. Вот такой они будут точно с удовольствием есть. Но лебедь прям здоровый. Так, а где же второй? Найдем и второго сегодня или нет? Смотрите, какая красивая вода. Цвет такой тоже изумрудный в этих озерах. Но самое изумрудное озеро находится вон там, чуть подальше. Второе, которое оно поменьше. У него цвет прям такой насыщенный. Обязательно тоже сегодня его вам покажу. А, вот даже написали, просьба лебедей хлебом не кормить. Так, ну сюда мы еще вернемся. Я же хочу сходить в сам парк, где вот эти вот красивенные гигантские сосны растут. Так, здесь какой-то домик поставили. Вот, его не помню. Да, домик здесь живут утки, либо лебеди. А вот этого я не помню. Скорее всего, какая-то летом точка была. Либо чтобы корм купить им, покормить. Либо что-то другое. Ну, честно, не вспомню, что здесь было. Вот так он выглядит тоже. Ну, прикольно в таком стиле. Видите, среди озера стоит такой огромный камень. И с него бежит водичка. Фонтанчик сделали. Ой, черепаха вон на мосту даже сидит. Так, разве черепахи не должны уже спячку там впасть? Черепахи, друзья, впадают в спячку. Они прям под водой зимуют, получается. Видеоролик, как на озере лед. Там куча черепах на дне. Такой анабиоз зимний впадают. Так, это, если не ошибаюсь, кедр ливанский у нас растет. Вот он. Рядом с ним секвойя. А нет, кедр атласский. Ливанский тут, который вроде бы веточки у него свисают. Секвойя дендрон гигантский. Мое самое любимое дерево. Это секвойя. Но рядом Араукария чилийская. Вот она. Тоже необычная. Это дерево очень медленно растет. Но этого прям гигантский такой размер. Сколько ему лет. К сожалению, сколько лет здесь не написано. Смотрите, как будто по ботаническому саду где-то гуляете. Красота. Вот еще кедр такой же здоровый. Вот кедр ливанский уже здесь написано. Так, там был атласский, здесь ливанский. Они прям очень похожи. Так, ну и наверное, мое одно из самых таких любимых шахмет сейчас будет. Конкретно вот с этими гигантскими соснами. Но, к сожалению, из-за тумана вершину гор не видно, друзья. Вот когда вы придете сюда в солнечный ясный день, вам откроется фантастический пейзаж с видом на зубцы и петри. Да, вот эти сосны гиганты. Но это еще нужно чуть дальше пройтись. Там их две сосны будет, которые... Вот с них будет видно ай-петри. Сейчас дойдем. Покажу их вам. Смотри, какое здоровенное дерево. Сколько тоже сотен лет оно росло. Сколько оно всего повидало на своем пути жизненном. Страшно даже представить. Газончики, ну, шикарные. Солнечная полянка называется место. Так, а куда нам идти что-то? Я не помню, где эти сосны росли. Две штуки. Вот это вот здоровое дерево. Это дуб. Видите, сколько листвы от него. Так, ну, похоже, чуть дальше еще нужно. Там, ну, практически на выходе из парка это место расположено. Да, вон оно чуть дальше. Сейчас дойдем до туда. Ну, друзья, просто наслаждайтесь природой. Так, это дерево здоровое прям. А что это за дерево? Кедр гималайский. Уже три разных кедра мы увидели. Хотя вот здесь прошлись сколько? Буквально метров пятьдесят. Так вот, смотрите, какие сосны здесь. Жаль, камера не передает размер. Это нужно, чтобы я туда прошелся, к ним. Но сейчас мы дойдем до того места. Я установлю камеру и пройдусь до этих деревьев. Чтобы вы хоть немножко поняли, для тех, кто еще не был здесь, какой у них размер и высота. Так, это у нас, ну, это сосна. Сосна итальянская пиния, с которой был сделан Пиноккио. Все смотрели мультик, либо сказка в детстве. Вот из этой сосны конкретно. Вот оно, друзья, вот это местечко потрясающее. Ну, а видите, кажется, что там на горизонте нет никаких гор. На самом деле там сейчас туман. И вот в этой части прям так красиво зубцы и петри смотрятся. Но в солнечную погодку будете здесь гулять, обязательно обратите внимание. Так, ну я сейчас установлю камеру. Постараюсь вам немножко показать масштабы и вообще размеры этих деревьев. Насколько они высокие. Так, ну что, устанавливаем камеру. Крепится, конечно, чуть по газону пройтись, хотя этого делать нельзя, друзья. Вы тоже не делайте этого. Но хочу вам показать прям размер дерева. Ну что, друзья, посмотрите, что на заднем плане. Деревья действительно очень высокие. Я не знаю, как вам передать их размер. Это просто невозможно. Обязательно в парк Воронцовского посещению, чтобы полюбоваться такой красотой. Завыкоза ходить не будем, но покажу вам. Продолжение следует... Ну что, друзья, оценили размер этих сосек. Прям какая-то энергетика в этом месте действительно присутствует. Мне оно очень нравится. Вам тоже 100% понравится, если вы любите природу. Для кого-то это просто деревья, но для меня это не знаю. Что-то больше, чем просто деревья. Невероятная атмосфера и ощущения. Ладно, мы с вами перемещаемся дальше. Сейчас идем на второе озеро. С него было снова на дворец. И потом уже по улицам Алубки путешествуем. И отправляемся в Семис. Возможно, там встретим сегодня закат, если он состоится. Все, вернулся обратно уже к озеру, друзья. Второе озеро. Вы взгляните на этот цвет. Кстати, вот здесь живет второй лебедь. Сему покажу. Вот он. Видите, он в этом озере почему-то. Большое не плывет. Может, их специально отсадили? Не знаю. Вот один. Вон. Второй бой. Ой, ты чего шипишь? Гляньте на цвет, друзья, воды. Ну, это что? Это фантастика просто. Почему здесь такой цвет? Скорее всего, деревья, которые окружают, видите, зеленые. И в них они отражаются, получается, в воде. И получается такой цвет. Хотя я не знаю. Может, эта вода какая-то изумрудная. Так, ну ладно. Пойдемте вокруг обойдем. Красота. Да, когда-то здесь жива семья Воронцовых. Гуляли по этому парку. И наслаждались просто красотой. Этих сказочных мест. Места здесь реально сказочные. Но вы сами все, думаю, видите. Так, ну и здесь еще одно маленькое совсем озеро. Третье. Вот оно. Листва в воде. Как будто на дворе реально осень сейчас. В Крыму только осень. Здесь прям вода. Смотрите, такая спокойная. Такой стиль здесь. Как будто зеркало кажется. Невероятно. Так, ну пойдемте на тот камешек зайдем. На туда вид будет шикарный. Это озеро. Хотя отсюда шикарный. Вот это, да. Вот это стиль сегодня. Как вам, друзья, озера и вообще эти места. Истороживать листвах. Ну, это озеро. Здесь все в него бросают обычно монетки. И загадывают свои желания. Чтобы загадать желание, нужно встать на вот этот камешек и с него бросить монетку. Ну и на дне видно, видите, много монет уже лежит. Так, вот такое здесь местечко. Друзья, ну сказка. Просто сказка. Что здесь сейчас сказать? Посетите, вам ну просто понравится. Как красиво. Друзья, вода настолько чистая, что даже белка из нее пьет воду. Из этого озера. Так, ну все. Пойдемте обратно. По этой тропинке мы уже с вами много раз ходили. Вот здесь тоже такие, друзья, глыбы, которые когда-то с Айпетри сорвались. Видите? И между них проходит тропинка. Тоже они все поросли мхом. Необычно. Так, ну сейчас мы должны выйти прямо снова к замку. Здесь тоже, кстати, прикольное место. Идешь среди этих камней. Здесь даже вот небольшой тоннель есть, чтобы пройти здесь. Видите? Как здесь все круто. Вот такое место. Так, ну что. Давайте уже включусь, когда подойду к замку, друзья. Потому что здесь мы, в принципе, поднимались по этим тропинкам. Друзья, за последние две недели реально вот наконец-таки вышло солнце. Я не верю. Я просто счастлив. Так, ну что все. Люди отсюда все уехали. И вот вам вид на Воронцовский дворец, как он сейчас выглядит. Вот оно солнышко. Скоро уже закат будет. Но закат, скорее всего, будем в Семиде встречать. Какая красота. Смотрите, людей вообще никого нет. Из туристов сейчас. Только вот охрана где-то сидит, и все очень красиво. Посетите этот дворец. Еще немного вам этого дворца. Пока здесь так тихо, спокойно. Так, сейчас пойду узнаю, пропустят ли меня на ту сторону. Потому что там очень красиво на той стороне. Но без экскурсий, скорее всего, вряд ли это сделают. А сегодня, как вы видите, людей на экскурсию здесь нет. К сожалению. Красота. Произведение искусства, а не дворец. Вот так он выглядит. И давайте немного зеленью вам его покажу. Так, ну и спустимся. Сейчас пойдем узнаем, можно ли его внутрь пройти. Потому что я, кстати, ни разу не был в этом дворце. Внутри именно. Поэтому нужно исправлять ситуацию. Котенька, привет. Привет. Я тебя поглажу. Одноглазый котик. Видимо, в драке потерял глаз свой. Ладно, пойдемте на вход. Узнаем. Вот, друзья. Сейчас здесь тихо, спокойно. Людей вообще никого нет. Кроме нас с вами. Ну и работников, которые проводят реконструкцию здесь. А так вообще кайф. Вот такой Воронцовский дворец. Так, ну и вот, друзья. Здесь, видите, прям вход. Сейчас пойдем узнаем, работает ли он. Пускают ли туда людей без экскурсии. Я бы хотел, честно говоря, сначала сам прогуляться без экскурсии, а потом когда-нибудь уже с экскурсией пройтись. В общем, узнал я за экскурсию. Нужно покупать билетик и ждать, пока сформируется экскурсия, пока наберутся люди. Но у нас нет столько свободного времени сегодня, чтобы ждать, пока все соберутся. Поэтому мы снова отправляемся дальше, не посетив Воронцовский дворец. К сожалению. Но в будущем посетим Воронцовский дворец. Если вдруг меня смотрят какие-то сотрудники, проведите личную экскурсию, пожалуйста. Сниму вам крутой ролик. Познакомлю зрителей с вашим дворцом. В общем, жду обратной связи от вас. Так, ну а мы идем уже, друзья, на выход. Вот такая здесь елочка в этом году. Красиво. Все, пойдемте в Олубку. Так, друзья, вышли, наверное, на главную улицу Олубки, улица Фрунзе. Здесь расположены много кафешек, магазинчиков. Ну, как видим, здесь сейчас тоже проходит реконструкция. Видите, что это делает? На протяжении всей улицы и даже главная площадь Олубки, там тоже идет реконструкция. Очень круто, что города в Крыму развиваются, что-то делается и улучшается. Ну, будем ждать, пока все это завершится. Потом уже вам покажу обновленный вид, что здесь будет. Ну, а пока идут прям такие масштабные работы. Особенно вон там впереди куча рабочих. Все что-то делают. Это радует, что, видите, на одном месте Крым не стоит, а постоянно что-то здесь улучшается. Так, ну что, я сейчас в магазин иду покупать корм кошкам и едем с вами всеми из. Если будем их встречать, будем их подкармливать. В общем, узнал, друзья, здесь будет новая брусчатка. Раньше здесь был просто, видите, такой асфальт. Вот эти ямы, это ливний сток, чтобы вода уходила в ливневку, а не по улицам бежала. А вот здесь, это под фонарные столбы сделали тоже такие отверстия. Ну, в общем, ждем обновленную улицу. Обновленный, получается, парк Воронцовский с новенькой брусчаткой. Ну и, друзья, видите, здесь тоже на всей территории площади сейчас ведется реконструкция. Вот она площадь сама, памятник Айну стоит. Вот такая будет здесь брусчаточка. Ну, посмотрим, когда она уже будет на дороге лежать. Тогда уже и оценим ее с вами. Так, друзья, купил корма котам, кошкам. Вот показываю вам центральную площадь. Ведь идет реконструкция. Все здесь делают. Скоро будет брусчатка. Ну, ждем, говорится. Так, что делаем? Перемещаемся, наверное, в Семеиз. Гуляем по Семеизу, смотрим на парк. Поднимаемся на скалу Дива. А потом посмотрим, что будем делать. Поехали. Ну что, друзья, вот мы добрались и до Семеиза. Солнце вышло, распогодилось. Хотя помните, какая была пасмурная погода. Так, вилла Ксения, вот она стоит здесь. Жаль, что нельзя прогуляться по ее территории и вовнутрь попасть. Ну, а мы с вами попали на аллею Кипарисов. Красота. На фоне у нас гора Кошка. Туда мы с вами тоже поднимались не один раз. Мне очень нравится то, как сделали тут все в Семеизе, друзья, все реконструкции. Ну, прям поселочек очень преобразился. Видите, здесь новая плитка, здесь клумбы с розами, скамеечки, фонтаны есть, фонарные столбы новенькие. Ну, в общем, молодцы. Так, ну, мы прогуляемся сначала по парку, потом на набережную отправимся. Я думаю, что к закату мы поднимемся на скалу Дива. Потому что закат, по идее, сегодня все-таки должен быть. Пойдемте. Будем медленно идти, гулять по пути. Сейчас в парке покормим котей, если их встретим. Вот такая красота. Здесь, конечно, кипарисы высокие, пышные. Шикарно. Так, давайте в этот парк зайдем. Ну, в принципе, никуда не торопимся сегодня. Времени у нас еще два часа до заката. Можно свободно гулять, отдыхать и любоваться красотой. Так, здесь вроде бы тоже реконструкцию сделали, потому что, видите, какая здесь плитка новенькая стала. Ее я вот не помню. Да, ее не было здесь. Ну, молодцы. Прикольно. Здесь еще видите с таким озером. Инь-янь. Белое-черное. Сделали. Прикольно. Вот видите, в белом деревце растет. Так, сначала пройдемся по этому парку. Я его называю верхний парк, потому что он, видите, сверху расположен. Тут еще нижний парк есть, но он побольше, чем этот. И он такой более дикий. Ну, все, сами увидите. Так, первая котейка. Куда побежала? У нас есть корм. Так, а куда тебе его поставить? Идем. Иди сюда. Идем. Идем. Идем, корм есть. Так, а мы прямо вот здесь, возле этого фонтана, сейчас и поставим ей корма. Легкая пушистая. Идем, не бойся. Так, ну что, оставил ей корма, и сразу начали сбегаться другие коты. Вы, главное, не деритесь за еду. Там всем хватит. Ну, коты здесь, смотрите, какие, друзья, жирные. Особенно вот этот белый. Видимо, тут их хорошо и так подкармливают без меня. Так, ну, а мы отправляемся дальше. Единственное, что вода, друзья. Ну, воду они и так, я думаю, найдут, где попить. В том же вон озере Иньянь. Пусть идут, пьют, потому что уличные коты выживают здесь годами. Думаю, воду себе найдут. Мне не во что, к сожалению, наливать им водицу. Так. Скамеечка такая здесь, кованая, красивая. Написано, море, любовь. Видите, два птицы. Ну, красиво. Очень здесь зелено. Так, камеру поправим. Вечно зеленые растения. Парк прям безумно красив. Парк, друзья, бесплатный. Любой желающий, кто приезжает, просто здесь может прогуляться. Роза вон цветут. Декабрь в Крыму, а у нас цветут роза. Вот такая погода. Вот, видите. Такие пышные розочки, слушайте. Давайте до этой дойдем. Вот такая роза шикарная. Здесь вся аллея с розами. Так, я так и не могу понять, что это за деревья. Тут высадили такие. По листве мне не напоминает персик. Но это точно не персик. Так, эксперты по деревьям, напишите-ка, что это за деревья такие интересные. Я не знаю. Так, ну, пойдемте дальше. Если вот так прямо идти, видите, дорога ведет прямо к морю. Мы выйдем и в Нижний парк. Там посмотрим красоту. Но я хочу немного обойти, наверное, вокруг. Сейчас еще подумаю, как мне идти. Вокруг, либо здесь. Не знаю. Так, ну, давайте немного по аллее еще пройдемся, по Кипарисовой. Потом, потом на набережную пойдем. Потом на скалу Дива уже полезем. Если силы останутся, у нас еще на скалу залезть. Вот, друзья, видите, в этом месте здесь фонтаны летом рабочие были. Я лично видел. И они еще с подсветкой подсвечиваются. Вокруг не дети тут обычно купаются в этих фонтанах. Ну, и вон, сзади гора Кошка. Вот, когда в Семенис едешь, едешь по трассе Ялта-Севастополь, прям реально видна отчетливая кошка, которая на бочку лежит, спит, отдыхает. Гора действительно похожа на кошку. Так, вот музыка нам, конечно, сейчас не особо нужна, потому что YouTube к музыке относится, ну, прям, не очень хорошо. Что встали на нарушение за эти авторские права. Так, ну, здесь, к сожалению, видите, еще один кипарис погиб, высох. Почему-то вот именно в этом месте они высыхают. Вот в прошлом году три штуки было погибших, их спилили. Сейчас вот еще один появился. Хотя, я помню, было объявление, что деревья обработали от насекомых, от всех. Видите, аллея Аполлонов еще называется. Так, здесь кто у нас? Геракл расположен. Так, ну и все, кипарисовая аллея у нас закончилась. Если дальше идти по улице, по дороге, вы попадете прямо под гору Кошка. Оттуда тоже, друзья, красиво открывается вид на Скалу Дива, на сам поселочек. Я был и на ухе Кошки, и вон там, наверху были мы с вами. Все это я вам показывал. Ну и где-то на той горе сохранились еще фундаменты древних поселений, друзья. В древности здесь тоже жили люди в этих местах. Так, я не знаю, есть ли смысл нам идти дальше. Но пока времени хватает, давайте сходим, может быть, если успеем дойти до смотровой. Сейчас посмотрю, далеко там идти или нет. Так, смотрите, туман рассеялся, небо какое стало. Какое было и сейчас какое. Было тучи, туман, пасмурно. Сейчас все. Куда все тучи пропали, я вообще не пойму. Даже в горах их нету, никакого тумана. Как будто сегодня ничего и не было. Александр, добрый день. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Здравствуйте. Как ваши подписчики, как у вас здоровья? Спасибо, отлично все. Часто что у нас в Семиизе? Да, бывает иногда. Ланя, удачи вам. Давайте счастливо. И уступающим Новым Годом. Вас тоже. Так, давайте. Это вот наших зрителей лезь встретили. Говорят, я часто в Семиизе бываю. Мне кажется, я последний раз был в начале лета здесь только. Что в Алубке я давно не был, что в Семиизе я давно не был. Последний раз мы лазили, кстати, на гору Кошка с вами. Так это было, это реально было летом. Часто я в Судаке бываю, снимаю оттуда ролики. Так, друзья, вас же тоже с наступающим Новым Годом. Новый Год у нас скоро, представляете? В Крыму такая солнечная, жаркая погода сегодня. Так, ну, друзья, дойду до смотровой. Там уже, думаю, включусь. Так, вот оно, ухо кошки. Однажды мы с вами туда залазили на вершину. Идем, друзья, на смотровую, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки. Отсюда, конечно, гора на Кошку совсем не похожа. Нужно смотреть со стороны. Ну, когда на скалу Дива поднимемся, вы оттуда увидите очертания кошки. Так, ну, а мы практически дошли. Так, ну что, вот такой вам ракурс показываю. Отсюда видна скала Дива. Видите, крайняя скала, которая находится в море. Она отделена от берега. Там мостик есть. По нему проходим и поднимаемся. Подъем там удобный. Любой желающий сможет туда подняться. Куда мы сейчас и пойдем. Сначала на набережную, посмотрим на пляж, друзья. А потом уже будем выполнять восхождение на вершину. Надеюсь, к тому времени уже момент заката наступит. Здесь прямо очень красиво. Представляете, здесь ехать на машине с вот такими видами. Как красиво. Скалы, море, сосны, кипарисы. Невероятно. Обожаю природу Крыма. Ну и сегодня, видите, море спокойное. Шторма нет. Но на субботу снова передают какой-то шторм. Надеюсь, что елка, точнее елки, что в Ялте, что в Судаке, которые на набережных стоят, уцелеют. Вот тоже скалы интересные. Жаль, что на меня подняться нельзя. Я бы хотел бы туда на вершину. Так, ну что, друзья. Дойду, наверное, уже до парка. И там включусь. Хотя сейчас еще поближе вам ракурс на эти скалы покажу. Дойдем туда. Так, вышел на небольшую смотровую. Показать вам эти скалы. Это прям похоже на голову лошади, друзья. Посмотрите. И грива есть, и мордочка такая к морю опущена. Но здесь нужно включать фантазию, чтобы это разглядеть. Так, ну. Вот такие здесь тоже камни огромные. Среди них пророс можжевельник. Заборчик чей-то. Дальше территория идет то ли гостиница, то ли чья. Непонятно. И вот такой вид на эти скалы. Красота какая. Так, ну дальше идет сам поселок Семиис. И над ним, видите, вверху возвышаются скалы. Гора есть вон Шанкая, Плата и Петри. И самое крайнее это Зубцы и Петри. Чайки у нас тут летают. Так быстро распогодилось, слушайте, вообще класс. Так, ну. Пойдемте дальше. Такие виды шикарные. И погодка замечательная. Не хочется уезжать никуда отсюда, потому что здесь солнце светит. Я вот не знаю, что так я тоже распогодилась, либо у нас там сейчас туман, как и утром был. Ну все, спускаемся с вами в Нижний парк и с него выходим на набережную Семииза. Магазинчик работает. Остальные все торговые точки уже закрыты, друзья. Все. Ждут летнего сезона. Так, как пойдем? Прямо? Либо свернем и через парк прогуляемся полностью. Там, видите, баскетбольная площадка, скейт-площадка, футбольная площадка. Ну, в общем, дети вон играют. Не сидят дома в телефонах. Это круто. Так, ну я предлагаю, наверное, пройтись по прям старой части парка. Пойдемте сюда. Нужно свернуть. И здесь идти по тропинкам по этим. Ну, мы всегда так ходим, потому что мне нравится тропинка. Здесь потому что природа. Так, мне интересно, в Семиизе вообще елку к Новому году наряжают где-нибудь или нет? Потому что, как мне кажется, я не могу вспомнить, чтобы я здесь видел когда-нибудь елку на Новый год. Очень интересно. Так, местные жители, напишите, пожалуйста, если у вас наряжает елочка главную, то напишите, где она стоит. Чтобы в следующий раз я обязательно заехал и посмотрел. Было бы прикольно, если бы где-нибудь в центре Кипарисовой аллеи нарядили бы огромную елку. Смотрелось бы круто. Ну, и люди тут в основном собираются в этих местах. Так же, ну, вот такой Нижний парк. Все тоже выглядит шикарно, зелено. Много вечных зеленых растений. Здесь вообще все растения вечно зеленые. Где каждое деревце стоит зеленым. Каждый кустик. Ну, и прямо сейчас спустимся к беседке. Обычно вон там, возле этой беседки, собираются кошки. Сейчас мы их и подкормим там, если они будут. Семьи из гора Кошка. Кормим кошек символично. Так, смотрите, у нас весна. Какая зима, друзья. Травка свежая, вот она прорастает, зелененькая. Видите? Зимой вообще никакой не чувствуется. А хочется снега уже. Такие кипарисы пышные. Так, ну, идемте. Сюда вид должен быть со смотровой тоже на скалу Дива. С той стороны я вам показал вид. Давайте теперь с этой тоже покажу. Да, зелени, конечно, здесь много. Как так может быть, что зимой выросла вот свежая трава, друзья? Круто. Так, ну и вон, видите, на заднем плане, вдалеке. И у нас скала Дива. Те старые фотки отсюда, когда еще эти кипарисы вроде бы не выросли, или с другого места сделанных. Хотя кипарисы долго же растут. Скорее всего, с другого ракурса делали. Но скала Дива прям хорошо видна на этих фотографиях. Откуда-то отсюда, может, с той смотровой? Пойдемте глянем. Скамеечки для отдыха. Сидите и дышите можжевеловым воздухом. Да, друзья, отсюда, скорее всего, были сделаны. Вот отсюда ракурс открывается. Так, а где котейки все? Котов нету. Вот она, скала. Скала Дива, друзья. Сегодня залезем на ее вершину. Людей там сейчас на вершине нет. Ну, потому что либо на работе все, либо местные уже туда, скорее всего, даже не залазят. Они там были миллион раз. Мы с вами, как отдыхающие путешествуем, любуемся красотой Крыма. Так, кс-кс, о, одна кошечка появилась. Кс-кс, 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 кс-кс. Зови своих друзей. Кс-кс, кс-кс, похоже на кота. Кс-кс, кс-кс, кс-кс. Я даже не могу представить, что она вырастет до вот таких размеров. Интересно, она вообще растет до таких размеров или нет? Здесь прямо их хорошенько откормили. Вот черная прикольная вообще. Смотри, какой хвост пушистый. Ну все, это все, которые сбежались. Раньше, мне кажется, здесь было побольше кошек. Но, возможно, они все уже разбрелись где-нибудь по поселочку. Обычно они здесь летом собираются. Так, ну, а я предлагаю нам друзья, спуститься уже на набережную, к морю, посмотреть на море, посмотреть на пляж. И потом на закат, если он все-таки состоится. На горизонте опять вон облака появились. Надеюсь, что закат будет, и мы сможем полюбоваться закатом с вершины скалы Дива. Мы еще вроде бы закат оттуда никогда не встречали. Посмотрим, какой он будет. Спустился я к морю, друзья. Какая же здесь красота. Видите, вот этот пляж, который максимально близко находится к скале, обычно сюда ходят купаться местные. Он считается таким одним из лучших. Поэтому будете отдыхать в этих местах, приходите вот именно сюда купаться. Вода здесь прям такого цвета красивого. Так, и кстати, сейчас мы посмотрим, были ли здесь какие-то последствия после вот мега-шторма в Крыму. Потому что я здесь не был после шторма. И до шторма мы здесь давно не были. Поэтому сейчас пойдем посмотрим. Но судя по вот этим конструкциям, я не знаю, вроде бы здесь вон некоторые участки немного разбиты. И вот здесь вымыло, вот это тоже я не помню, траншеи. Ну, видите, шторм, конечно, был в тот день мощный. Так, ну и мы сейчас с вами пойдем на набережную смотреть. Не смыло ли там всю гальку с пляжа? Так, ну гальку аж сюда прям закидывало штормом. Видите, вот она под ногами. Так, это еще техническая зона. Обычно здесь бананы, катамараны стоят, гидроциклы, лодочки. Идем как по пляжу, друзья, по гальке. Так, ну и все, выходим с вами на саму набережную, получается, уже где все люди ходят. Здравствуйте. Хороших вам припадетов. Спасибо. Спасибо, наши зрители, друзья. Так, ну что, вот так выглядит набережная в Симеизе. Очень круто то, что сделали здесь новую набережную, друзья. Вы помните вообще, до какая она была? Убитая, вообще ужасная. Но, вот несколько лет назад сделали шикарную, ну как шикарную. Реально, если сравнить с тем, что было, то реально шикарную набережную. Конечно, ее еще украсить немного. И будет вообще топовая. Так, ну, вот так выглядит пляж. Вроде бы галька вся на месте. Мне кажется, ее больше стало еще. Видите, ее намело прям под набережную. Водица чистейшая. Эта галька была привозная. Помните, я когда давно снимал здесь репортаж. Я хотел этот пляж за эту гальку. Но стоит заметить, что, видите, за несколько лет она реально из обычного щебня обточилась вот в эти круглые камешки. Ноги не режет. Все очень удобно, комфортно. Она такая белого прям цвета. Респект. Молодцы. Мне нравится, как здесь сделали пляж. Пляжик действительно шикарен, друзья. Респект. Ну, видите, сколько всего при России сделалось в Крыму. Респект. Так, что здесь у нас? Здесь немного тоже вот разбило штормом эти ларьки торговые. Ну, тогда и ветер был сильный, и волны. Но к лету это все, естественно, я думаю. Не думаю, 100% заменят. Потому что не может курортный поселок встречать вот так своих гостей. Все это, естественно, заменят. Будет циновенькая, покрашенная и целая, самое главное. Так, ну я продолжаю спуститься поближе к воде. Посмотреть на прозрачность воды. Так, пойдемте. Смотрите, сколько гальки сюда намыло этим штормом. Видите, она просто под самую набережную. Практически вот доверху ее намыло. И даже вот, где галька есть, видите? Аж ее сюда на набережную выкидывало. Представляете, какие были волны. Так, ну пойдемте к воде. Ступени здесь такие сделали. Ну, кстати, вовремя не успели сделать набережную. Набережная сама никак не пострадала. У них тут конструкция прям. Видите, какая специально волноотбойник такой полукруглый, чтобы гасить волну. Продумали все. Так вот она, наша скала Дива. Солнце уже скоро садится, начнет. Ну, естественно, друзья, к лету весь пляжик этот разровняет всю эту гальку. Вот такое море. Вода прозрачная. Лазурного цвета. Кайф. Что здесь еще сказать? Семис очень сильно преобразился. То, каким я его помню, и каким он стал. Преобразился он, друзья, в лучшую сторону. Я прям доволен за этот поселок и его жителей. Что у них теперь и набережная, и пляж шикарный есть. Видите, все развивается. Все что-то делается. Сейчас в Алубке идет реконструкция. Сами вон видели. Это мы ждем, когда там закончат. Вам тоже там покажу, что наделают. Так. Ну что, куда дальше пойдем? У нас, в принципе, еще есть один час. Я вот думаю, успею ли я за час дойти до парка с заброшенным кинотеатром Советского Союза еще. Либо сразу пойдем на скалу, чтобы успеть на закат. Ну то, что нужно выбирать. Не знаю. Ну ладно, сейчас попробуем все-таки добраться до этого парка. Нет, мы потом на скалу, друзья, не успеем. Потому что обходить очень много придется. Я предлагаю, давайте сразу пойдем, наверное, на скалу. И там встретим сегодняшний закат. Вон она, кошка уже виднеется. Вот ее ухо, вот тело. И как будто она бочком легла спать. Вот так сейчас выглядит поселок Семеиз. Кто отдыхал здесь, напишите, на каком пляже вы купались. Нравится ли вам вообще здесь отдыхать. И почему вы приезжаете именно сюда каждый год. Ну, а мы погнали на скалу. Вернулся я снова в парк, друзья. Потому что отсюда тропинка ведет до нашей скалы, куда будем подниматься с вами. Тропинка через можжевеловую рощу. Так, смотрите, куда залез этот кот. Ты что там делаешь? Слазь. Не хочет. Залез прямо на можжевельник наверх. Эх, красота. Какая природа. Какая природа, друзья. Скамеечка вот здесь. Сели, слушайте, что море. И любуйтесь видами. Дышите этим лечебным можжевеловым воздухом. Так, сейчас еще вид сверху на набережную посмотрим. И на пляж. Потом у нас спуск. И подъем уже на скалу. Ну, к закату, я думаю, точно мы успеваем. Если облака на горизонте нам не помешают. Так, вот отсюда уже открывается вид на набережную. Та-да-да. Так, дайте немножко застегнусь, а то ветерок прохладный подул. Так. Вот такой вид. Но вид со скалы Дива будет еще круче. Вот она скала. Пойдемте чуть поближе. Летом здесь работал подвесной мост, как на Эпетре. Можно было за 500 рублей пройти по мосту на скалу прям. Чтобы не спускаться в самый низ. Так, ну что. Сейчас зайдем в то место, где я стоял. Подвесной мост. Ракурс оттуда. И потом уже все вниз. Так, а что на ту сторону? Я, кстати, туда не смотрел. Пойдемте сначала посмотрим ракурс отсюда. Интересно. Смотри, как солнце красиво подсвечивает траву, друзья. Такие кадры природы у нас сегодня. Вот это крымская зима, чтобы вы понимали. Сегодня у нас 20 декабря 2023 года. Все зеленое стоит. Так, о, котейка здесь. Идите покормлю тоже. Сласть оттуда. Проголодался? Идем. Идем кушать. Так, идем, я тебе поставлю еды. Идем. Спускайся. Все, не мягче, спускайся. Иди сюда. Все, успокоился. Идем кушать. Такое пятнышко черное прикольное. Иди, я тебя сейчас покормлю. Плюс еще один накормленный кот. Все, ешь. Так, я хочу вид отсюда глянуть. Ой-ой-ой, как красиво. А почему мы раньше сюда не заходили? Всегда спускали, сразу на скалу шли, а вид этот не смотрели с вами. Вон, друзья, возле той скалы мы только что с вами были. на той смотровой, на той стороне. Вот такой вид. Скала прям так стоит над морем. Красота. Так, ну что, нам-то нужно идти дальше и подниматься вон туда. Пойдемте на подъем с вами. Так, вот в этом месте располагался подвесной мост. И нужно было вот здесь пройти над пропастью. Так, да, я помню, здесь ходил в этом году. Еще девушка потом, когда я спускался, шла по нему. Когда я смеялся, как и страшно было. Ох. Вон, куда пойдем. Кстати, видите, внизу досточки лежат. Штормом их все разбило. Там было типа площадки, типа небольшого причала. Сейчас это все разбито. Его немного дощечек просто валяется на скалах. Ну и вот такой вид. Ну что, погнали встречать закат на вершине скалы Дива. Вот что осталось от деревянной площадки, которая здесь была. Шторм ее уничтожил, к сожалению. Вот так она, друзья, выглядит сейчас. Печально немного. Ну а что поделать? Эта стихия разбушевалась в этих местах. Тогда по всему Крыму были мощные волны. Но главное, скалы никакие не обрушились вроде бы. Все как было, так и осталось. Лестница на саму гору, друзья, сохранилась. Поэтому безопасно можно подниматься. Шторм ее не повредил, слава богу. Так, только не помню, здесь были камни эти или нет. Вроде бы были. Вот снизу, которые. Вот так. Всем привет. Поднимаемся вверх. Поднялись ровно наполовину. Показываю ракурс отсюда. Вот так он, друзья, выглядит. Вот такие красоты. Посмотрите вверх на горы. Красота. А внизу какой лес пышный, какой зеленый. Видите, вон тень на пляж падает. Это уже верхушка нашей скалы, куда мы поднимаемся. Ну, еще немножко, и мы там. Вот, снизу, где мы шли по лесенке. Ну, и вот ракурс кошки уже, кстати, отсюда хорошо виден. Включаем фантазию, и кошку вы реально увидите отсюда. Так, но нам нужно на самый верх, поэтому пойдемте повыше поднимемся. Надеюсь, закат сегодня состоится. Хочу вам показать закат со скалы. Да и сам хочу посмотреть на него, какой отсюда закат будет. Ладно, пойдемте. Там наверху есть скамеечка, будем сидеть и там ждать заката. Красоты, конечно, прям фантастика. Ну что, друзья, финальные рывки, и мы уже будем на вершине. Удивительно, что здесь прям реально нет ветра. Вот с этой стороны. Там я был, там ветер такой сильный. Интересно, что будет на вершине. Так, друзья, очень неудобно держать эту селфи-палку длинную. Но зато на нее вы можете рассмотреть весь ракурс, где мы с вами поднимаемся. Вот. И все, что сзади происходит. Так, буду держать ее двумя руками, чтобы удобнее. Так, ну здесь за перила нужно держаться. Камешки довольно-таки скользкие. Вот так с вами и путешествуем. Вот вам вид сбоку. Кайф. Конечно, очень красиво. Закат все-таки должен состояться, поэтому ждем закат наверху. Еще 30 минут до заката. Солнце, видите, уже над морем. Так, ну что, почти вершина. Ой-о. Ой. Почти, друзья, добрались. Давай. Вверх. Ура. Мы дошли. Все, друзья, вверх. Шина. Мы это сделали. У-у-у. Красота. Уф. Друзья, вершина скалы. Вот такой прекрасный вид. Так, ну что. Сейчас покажу вам вид от первого лица. И сажусь вот здесь на свой рюкзачок. Ждать, когда наступит закат. Чтобы вам показать солнечную дорожку на море. Думаю, будет очень красиво. Ну, посмотрим. Вот так еще. Гляньте, где мы. Нереально. Так, ну и сзади покажу тоже там, видите, за мной гора. Кошка. Надеюсь, вам видно ее. Так, вот так. Красота. Все. Ждем заката. Ролик сегодня получился прям такой душевный. Мне очень понравилось снимать, ходить. Хоть изначально была такая пасмурная серая погода, но сейчас прям солнце так порадовало меня. Я просто кайфую, гуляя здесь. Так, ну давайте панораму вам покажу. Вот, друзья, какие красоты. Какие скалы, какие горы, лес, зелень. Какое море сегодня. Вот он Симеиз. Отсюда прям хорошо просматривается. И кажется, что здесь очень мало домов. Потому что в основном все дома, они скрыты вот за деревьями в лесу. И только вот высотные какие-то, они отсюда хорошо видны. Вид шикарен. И горы вверху так хорошо просматриваются. Я думал, сегодня сюда поднимемся. Будет туман, ничего не увидим с вами. Будет пасмурно. Но, как видим, все хорошо. Вон она тени. Где-то там я на вершине стою. Отзеркаливаю в тени, так сказать. Вот он берег Крыма. Южный берег Крыма, друзья. Вот так он выглядит. Сказка. Что здесь еще можно сказать? Давайте просто в тишине посмотрим на этот вид. На такую панорамку круговую. Ветх. Вот так. Вот так. Вот так. Ух-ху-ху. Ну что, друзья, солнце еще слишком яркое, ждем теперь закат, когда солнце будет садиться прямо в море. Кстати, а летом здесь закаты не видны, потому что солнце вон там за горы садится. Здесь только зимой можно закат в море увидеть. Я уже забыл про это. Поэтому нам сегодня вообще повезло. Зимний закат с вершины скалы Дива в Семизе. Ну, панорама, конечно, шикарная. Так, ну все, друзья, жду, когда солнце будет садиться в море. И покажу, естественно, все это вам. Так, немного приблизил, чтобы вы смогли рассмотреть все поподробнее. И горы увидеть, и домики. Всю эту красоту. Вон зубцы и петли, друзья. Видите? Ну, горы, конечно, шикарно так смотрятся. Вот сейчас в центре скала Шан-Кая. Рядом с ней малая Шан-Кая. Ролик, кстати, у меня оттуда выходил. Я поднимался на вершину, но он выходил ВКонтакте по подписке. Кому интересно, заходите, посмотрите. Вот в этих горах, в этой части я еще не бывал. Никогда нужно исправлять ситуацию. Но если бы солнечные дни вот такие были бы каждый день, столько походов из-за погоды пропустили. Ну, вот такой, друзья, тоже панорамный вид, но уже чуть поближе все. Вот она, кошка. Эта скала очень красиво смотрится, которая рядом с морем. Красота. Так, давайте пляж покажу вам. О, люди на скамеечке сидят. Смотрят на нас. И вот он, пляж. Отсюда и квадрокоптер не нужен, чтобы посмотреть на виды с высоты птичьего полета. Видите, уже все такого желтенького цвета. Это называется золотой час. Час до заката. Когда солнце окрашивает все золотым цветом. Так, ну давайте покажу, где уже солнце у нас. Море бескрайнее. Сколько воды, друзья. Чайки летают. Ладно, показываю. Солнце где уже? Уже скоро. Но уже выглядит круто. Видите, в море такая штука стоит. Это станция по изучению штормов, кстати. В каком-то году, очень давно, был мощнейший шторм, который ее разрушил. Сейчас она, к сожалению, вроде бы не функционирует, насколько мне известно. Ну и там уже находится поселочек Кацивели. Вон он. Друзья, ну как вам красота? Посмотрите на эту солнечную дорожку. Невероятно. Вот такой сегодня фантастический закат солнца зимний. Бескрайнее море. Чайки кружат. И такая красота. Вот вам желаю каждому оказаться когда-нибудь на закате в Крыму. И просто посидеть, полюбоваться этой красотой. Камера, конечно же, вам не передаст всего масштаба, друзья. Всех эмоций. Поэтому это нужно видеть вживую. Невероятно. Так, еще чуть приблизи. К сожалению, вот такой блик большой получается от солнца. Ну а что поделать? Как есть, так и снимаю. Какой кайф, слушайте. Но это еще солнце не садится в море. Я еще буду ждать. Еще 15 минут осталось, друзья, ждать. И солнце уже будет прям в море садиться. Там, видите, облака могут помешать нам. Но ждем все равно. Ну, друзья, я не знаю, как вам описывать всю красоту, которую я сейчас вижу. К сожалению, по камере, но это невозможно передать. Просто невозможно. Солнце уже практически село у нас. Сейчас буду вам показывать эту сторону. Там, та-дам! Взгляните на эту солнечную дорожку. Сколько десятков километров она длится, интересно. Ну, выглядит невероятно. Тогда вот сюда подойду, поближе к обрыву, чтобы было лучше вам видно. Вот, друзья. Фантастика! Вот такие зимние закаты в Крыму. Самое красивое – это зимние. Когда солнце в море садится. Ну, смотря в какой точке Крыма вы будете. Потому что летом тоже солнце в море садится. Только нужно быть где-то на Тарханкуте. Там в море садится. Оленевка получается. В той стороне. Там летом в море тоже кайф. Ну, а чтобы с южного берега такое увидеть, нужно приезжать в Крым зимой любоваться. Так, ну что, осталось 10 минут. Даже меньше уже, что солнце слишком высоко находится над морем. Когда оно уже садится начнет? Хочу прям снять, как оно будет на горизонте. Наполовину в море, наполовину в небе. Приближу на телефон, друзья. Ждем этого момента. Надеюсь, мы его сегодня увидим. Так, друзья, решил зафиксировать тот самый момент, когда солнце будет опускаться в море. Вот так оно выглядит. Оно прям, когда на закате становится каким-то прям красным огненным шаром. Так, ну что ж, ждем. Осталось совсем чуть-чуть. Давай, солнце. Вот это кадры, конечно, у нас сегодня. Так, ну что, друзья, там еще, видите, тучки немного уже мешают. Но все равно, солнце... Быстро так садится? Давай. Да, надо, чтобы память на телефоне не закончилась, а то самые моменты не снимем. Какая же красота, слушайте, друзья. Невозможно передать вам. Так, ну все, солнце уже соприкоснулось с морем. Все. Уходит в море уже. Посмотрите, как это красиво происходит. Давайте в тишине просто понаблюдаем за этой красотой. Так, ну... И, теперь, когда мы отнимали football, И, как раздавает. Ну все, что3, briка Хмеб... А на 주세요. А у нас вышло. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с тобой прощаемся. Я очень надеюсь, что ты будешь светить завтра с утра, потому что я хочу очень в горы уже пойти. Ну все, друзья, день вот так заканчивается в Крыму. Такая красота. Все, немного солнца осталось. Сейчас полностью пропадет. Как будто реально в море уходит. Продолжение следует... Да, друзья, вживую наблюдать, это, конечно, вообще круто. Смотрите сразу, как небо подсветилось. Такие краски. Прямо красное, такое оранжевое. Все, совсем чуть-чуть осталось. Все, солнце. Пока. Ну что, друзья, вот такое шикарное сегодня завершение видеоролика. И последний кусочек. Все, солнце скрылось в море. Красота. Я рад, что мне удалось это запечатлеть, этот момент. Это было очень красиво. Ну что, друзья, вот и подходит к завершению наш видеоролик. Прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на канал. Не забудьте про большой палец вверх. Это мотивирует блогеров снимать еще больше интересных видеороликов. Напишите свой комментарий, если вам не сложно. Ну, а я буду с вами прощаться. С вами был я, Александр Михаленко. Встречаемся уже совсем скоро в новом видеоролике. Всем пока.